Всем привет! Существует такое мнение, что все приятное и ужасно удобное для человека обязательно будет ему вредить. Мы, конечно, с этим полностью не согласимся, однако многие предметы, которые мы привыкли использовать ежедневно, могут оказаться не такими уж безвредными для здоровья, как принято считать. Готовы узнать, от чего лучше поскорее избавиться? Итак, это пять привычных вещей, использование которых может привести к негативным последствиям. Поехали! Пластиковые контейнеры В настоящее время огромная часть вещей делается из такого универсального материала, как пластик. И вы все наверняка пользовались пластиковыми контейнерами, в которые можно положить сэндвичи, остатки вчерашнего салата, да и вообще все, что угодно. Домохозяйки всего мира просто обожают их за удобство и прочность. Но так ли эти контейнеры безопасны на самом деле? Сам по себе пластик довольно хрупкий и безобидный для человека материал. Но чтобы он дольше служил, в него добавляют различные вещества, которые проникают в пищу и могут запросто отравить нас с вами. Но только без паники. Не спешите пугаться и выкидывать всю пластиковую посуду. Вредного воздействия этих веществ можно легко избежать, всего лишь соблюдая правила пользования. Например, нельзя греть их в микроволновке и использовать по истечению срока годности. Если пренебрегать такими простыми правилами, можно запросто запустить механизм отравления, даже не подозревая об этом. Кроксы Эти известные по всему миру дизиновые сандалии появились на рынке еще в 2002 году, и с тех пор их популярность ничуть не ослабевает. И хотя некоторые называют их самой уродливой обувью, не имеющей никакого отношения к стилю, у кроксов есть целая армия поклонников, купившая более 300 миллионов пар в 90 странах. Однако сомнительный внешний вид – не единственный минус резиновых сандалей. Врачи, которые занимаются лечением заболеваний ног, утверждают, что кроксы не подходят для повседневного использования, и даже больше. Данный тип обуви представляет опасность для здоровья человека. Дело в том, что такая обувь не обеспечивает достаточной стабильности пятки, что приводит к деформации пальцев, мозолям и даже болезни сукожиль. Нет, конечно, изредка носить эти яркие тапки все-таки можно, но от постоянной и регулярной носки лучше все-таки отказаться. Тушь для ресниц Этот атрибут является незаменимым в косметичке каждой девчонки. Тушь для ресниц была создана сто с лишним лет назад химиком по имени Терри Уильямс специально по просьбе сестры. Ну а споры о том, вредна ли она для здоровья, ведутся с самого момента ее появления на рынке. И знаете, ученые все-таки нашли до чего докопаться. Во-первых, водостойкая тушь гораздо менее безопасна, чем обычная. Это все из-за веществ, которые невосприимчивы к воде. Они с большей вероятностью могут вызвать аллергию и даже привести к разрушению структуры ресниц. Во-вторых, если кто не знал, срок годности открытой туши составляет не больше трех месяцев. После истечения этого времени она накапливает на щеточки вредные бактерии и пользоваться ей ни в коем случае нельзя. Кроме того, не стоит брать чужую тушь, потому что через щеточку может передаваться такое инфекционное заболевание, как бактериальный конъюнктивит, последствия которого крайне неприятны. Тефлоновые сковороды Скажите-ка, что является незаменимым помощником каждой хозяйки или повара? Все правильно. Хорошая сковородка, к которой ничего не прилипает. Именно для этих целей было изобретено тефлоновое покрытие. Тефлон наносится в качестве верхнего слоя на посуду, используемую для приготовления пищи, легко чистится и позволяет тратить меньше моющих средств. Но если бы все было так просто, этот кухонный атрибут не попал бы в наш список. Несмотря на многочисленные исследования, доказывающие безопасность тефлона, он все-таки может представлять вред для человека в том случае, если нагревается до температуры 230 градусов или поверхность сковороды повреждена. Именно по этой причине такие сковороды нельзя скрести острыми предметами вроде пилки, а не потому, что мама наругает. Поврежденный тефлон выделяет перфтороктановую кислоту, которая очень вредна для человека, и помимо болезни печени, щитовидной железы и многих других, способна вызывать даже рак. Антибактериальное мыло Исследователи посчитали, что более 74% людей предпочитают использовать антибактериальное мыло, потому что верят, оно убивает вредных микробов. Мы сейчас вас немного расстроим. На самом деле это не так. Антибактериальный эффект всего лишь маркетинговый ход. Такое мыло показало не только худшую эффективность по сравнению с обычным мылом, оно еще является вредным для человека. В таком мыле содержится вещество, которое называется триклозан. Это главный компонент, уничтожающий бактерии. Правда, кроме бактерий, этот антисептик влияет и на здоровье людей, вызывая устойчивость к антибиотикам и серьезные гормональные нарушения. Триклозан легко проникает через кожу в кровь и приносит намного больше вреда, чем пользы. Некоторые ученые даже утверждают, что он может способствовать развитию рака, поэтому не стоит пользоваться антибактериальным мылом постоянно. Лучше вообще отказаться от него и выбрать вместо этого обыкновенные. Кстати, если вы знаете о вреде еще каких-нибудь повседневных вещей, обязательно пишите в комментарии. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.